На трассе Владикавказ-Алагир капитально ремонтируют два моста. На их ремонт из республиканского бюджета выделили 41 миллион рублей. Работы проводит Управление федеральных дорог Кавказ. Ремонт начали в январе этого года и обещают сдать объекты в срок. Строительство моста у подъезда в селение Суадак уже почти завершено. А вот в Хаталдоне ремонт в самом разгаре. Что уже удалось сделать и что предстоит, выясняла Сабина Гатагова. За неполных четыре месяца здесь уже установили железобетонные опоры и приступили к монтажу пролетных строений. Работают ежедневно по 8 часов. На оба моста бригада из 15 человек. Специалисты говорят, объект сдадут в срок, а может и раньше. Согласно контрактам, один мост, что на 22-м километре трассы, должны ввести в строй в июле, а другой, что на 26-м километре той же дороги в сентябре. Однако с учетом высокой социальной значимости объектов и текущих темпов работ, искусственные сооружения планируют сдать в эксплуатацию на несколько месяцев раньше изначально намеченного срока. Капитально ремонтировать мосты на трассе Владикавказа-Лагир начали в январе. Еще в 2017 году их признали несоответствующими нормам. По стандартам их ширина должна быть на 2 метра больше. Ремонт начали из-за того, что габариты данного моста не соответствовали нормативным требованиям и понадобился капитальный ремонт. Провели обследование специализированной организации и выяснили, что данный мост подлежит капитальному ремонту. Этот мост после введения в эксплуатацию будет больше 15 метров, длина, ширина больше 14 метров. Строительная компания больше года разрабатывала проект и ждала финансирования. Из республиканского бюджета выделили 41 миллион рублей. Эти деньги пойдут на зарплаты рабочим и на закупку стройматериалов и конструкции. В свою очередь подрядная организация дает гарантийные сроки. Есть гарантийные обязательства. Одно из гарантийных обязательств – это на верхний слой покрытия. Он составляет 4 года. Верхний слой асфальтобетонного покрытия. Верхний слой проезжей части состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это, можно сказать, в простонародье асфальт. Подрядчики также позаботились о безопасности автомобилистов, установили барьерные ограждения, световые дорожные знаки и подготовили удобный объезд. Реконструкция моста никак не мешает водителям для их удобства. Транспортные потоки разделили на две полосы, на дорогу нанесли и временную разметку. Безопасность превыше всего. Трасса Владикавказа-Лагирь – это 35 километров пути. Она выходит на Транскам – единственную дорогу в Южную Осетию. Загруженность в магистрали высокая. В среднем в сутки по ней проезжает 8 тысяч автомобилей. Поэтому основная техническая характеристика и самой дороги и мостов – износостойкость, чтобы следующий ремонт потребовался еще не скоро. Сабина Гатагова, Игорь Войцуховский. Новости Осетии.